Всем привет, хорошие мои, с вами Дава И сегодня мы снимаем офигенный ролик Вторую часть Кто лучше меня знает Кто у нас участвует, вы знаете Конечно же, это Милана моя дочь И мой брат Варгис, с которым я вас сейчас познакомлю В прошлый раз моя мама выиграла Милану Поэтому сегодня мы решили дать реванш Вы все просили, получайте Крутил ли я себе подписчиков? Я написал, не знаю Это мой двоюродный брат, его зовут Варгис Кто не в курсе, знакомьтесь Вот прям не нравился у меня, его ненавидел в детстве А, ну ладно, ничего страшного Я всегда готова, я уверена, что я выиграюсь Ты не против, если я задам немного интимный вопрос? Делал ли я интимную стрижку? Встречался ли я с подписчицей? Она же на Камре И прямо сейчас вы узнаете правильный ответ на этот вопрос Перед тем, как мы начнем, хочу каждого из вас Вот сейчас просто от души попросить Пожалуйста, поставьте лайк под этим видео Если по каким-то причинам вам не понравится В конце видоса просто уберете его Ну что, погнали! Я слышал Давай телефон уберем Всем привет, я Варгис И я алкоголик Ну что, ребят, в прошлый раз вам очень зашла рубрика Я это увидел по вашему активу, по вашим комментариям Потому что вы просили вторую часть И для того, чтобы Милана наконец-то выиграла в этой рубрике Я позвал человека, который знает меня меньше, чем моя родная мама Тупо не постанова, Шерлок Это мой двоюродный брат, его зовут Варгис Кто не в курсе, знакомьтесь Есть шансы у Миланы, вот в этом ролике она может конкретно выиграть Ладно, там мама была, а здесь просто двоюродный брат Не может, а выиграет Просто, брат, подумаешь Кто брата тронет, завалю Так, вам, ты готова? Я всегда готова, я уверена, что я выиграю сегодня Ты в прошлый раз так же сказала с мамой, когда снимали Я сказала, возможно Ладно, ты выиграешь? Ты готов? Я уже победю Победю? Я всех победю! Меня просто прет! Надо что-то делать! Так, ладно, ну что, погнали Вопрос номер один Начнем с простых, да? Угу Не, давай тяжело Ломай меня полностью Не, ладно, начнем с простых Давайте так Мой любимый актер Господи Так Джаред Лето Что за американо, блин? Как пишет Джаред Лето? Дистанционный урок русской словесности Я забыл тот момент, что он с русским языком плохо Друзья Ладно, Джаред Лето Давай так А. Это Джаред Лето Б. Брэд Питт В. Леонардо Ди Каприо И. Г. Том Круз Время пошло Так понятно А как пишет Леонардо Ди Каприо? Леонардо Ну вот мы собрались сегодня, да? Там бухнули О, вот есть Подожди, Том Круз Это же вот это низкого роста Нет Подожди Вот здесь прям прикрепите Том Круз Так, ну что, время тоже подходит к концу Время тоже подходит к концу Еще раз повторим Время тоже подходит к концу Так, ну что, прямо сейчас мы узнаем, какие варианты они написали Показываем Джаред Ле Каприо джонардо джонардо декабрио декабрио короче вот этот который награду не получал протяжении все годы который награду не получал каждый год все теперь мне теперь все ваше мое вы ничего не имеете по жизни с каждого дерева инжир мой декабрио ну что вы готовы узнать правильно ответ на самый простой вопрос сегодняшний хочу вас огорчить потому что прямо сейчас на ваших глазах случилось чудо ничья потому что оба угадали правильный ответ из всех актеров которых назвал мой самый любимый это леонард декабрио тот самый который не получал каждый год премию оскар и играл в фильме титаник он недавно получил статья да он недавно получил леонард декабрио мой самый любимый актер из всех но единственный момент первое время чтобы вы понимали у меня к нему была полная ненависть они вот прям не нравился у меня его ненавидел в детстве почему потому что вышел только фильм титаник и все девчонки которые вот мне нравились вот там на танцы когда занимались мы они все постоянно смотрели этот фильм и плакали или какой он классный а мне так становилось я прям злился я думал ахуй тварь а я чем хуже я говорю то есть место меня выбирайте декабрио декабрио мой лео мой мальчик ой да чего же он хорош так ну что один один счет на данный момент и мы продолжаем второй вопрос прямо сейчас назовите моего любимого рэпера я написал не не подожди не тот рэпера котором ты подумал большой респект и вариант номер один гуф вариант номер два скриптонит вариант номер три баста вариант номер четыре кизару выберите за этих четырех моего самого любимого рэпера самый богатый рэпер был украден самый старый рэпер умер от старости самый молодой рэпер еще не родился так ну что время-то идет время-то идет мне интересно вот они так но догадаются одну должны быть намеки да там какие-то они должны знать кто вот следил из них за мной вы например даю сейчас подсказку в одном из шоу я снимался даже одевал майку с изображением этого неважно я уже написал милана твой вариант баст так ну что короче милана выбрала басту варгис выбрал скриптонит почему скриптонит поверьте голову скриптонит голову ступать сжигал там же майку с ним я говорил только что с изображением проиграл что у меня на майке был в одном шоу этот рэпер а баста до ответы пишешься я ждал подсказку 2 1 2 1 счет становится 21 пользу милан милан чё тебя поздравляют и так-то вырываешься сейчас что надо сделать самое время поставить лайк вам несложно мне приятно 2 секунды вашего времени до братка поставил я хочу сюда ютюбе лайк поставить не получат зарегистрироваться и поэтому я никогда не ставлю поэтому прямо сейчас если вы не зарегистрировали то не надо ставить лайки просто душой вместе будьте все я просто нажимали так ладно погнали дальше третий вопрос который у нас сейчас прозвучит вы готовы сказать обычно там погнали поехали что что мне сказать нужно выбрать правильный трек который был у меня 1 1 мой мой трек я помню я и за него не спал сегодня вот сейчас угадаем что за трек варианты ответов xxx второй вариант ответа бум третий вариант внутри 4 4 вариант скорость 4 время пошло не не знаю не знаю не знаю не знаю не знаю ларгист твой вариант ответа секс и секс и секс и секс и секс и выбрал до милана подсмотрела у тебя и выбрала то же самое посмотрела и выбрал то же самое совпадение получается два плюс 24 они просто равно нет не получается 2 плюс 24 потому что это неправильный ответ вот так вот первый трек который вышел в моей карьере это трек называется внутри уголов внутренний вопрос у тебя идиотский мой первый трек который я выпустил назывался внутри фейтер еще выше даже миша маловато точно я забыл ничего страшного проходим дальше крутил ли я себе подписчиков как ты мог громовик ты предать варианты ответов да или нет да или да вообще друг у друга подсматриваете речи нет я сразу начало писать но ты видел видел ну что и правильный ответ прямо сейчас мы узнаем крутил ли я себе подписчиков или нет правильный ответ да была такая история об этом рассказывал причем совсем недавно на канале у даника где сделал на бутылке детекторе правды детектор лжи точнее ты когда-нибудь накручил себе подписчиков да да это правда вначале когда в нойсибирске был хотел стать популярным и мне девчонка там не было тысяч двадцать или тридцать тысяч подписчиков она ведь есть эта тема говорит ну типа тебя продвигает автоп крутишь говорит и все и типа ты в топе вот накрутила в итоге у меня фотки не выходили в топ никак а только хуже стало то есть у меня актив из-за этого еще больше упал вот поэтому давай найдем я за помощь я найду тебя и расчленю и счет становится 32 32 равно 4 в пользу миланы милана 3 варгис 2 позже так что такое сердечко это что это это рука ладонь это лайк родные лайк который прямо сейчас это лайк который нужно поставить под этим видео вот такое сердечко чё нужно просто прямо сейчас на поставьте ну не сложно ну вот там такой лайкосик до 2 секунды так и все даже если не сейчас не постаре ты не узнаешь продолжим встречался ли я с подписчицей ответ да или нет хочу тебя меня смотри время идет ну что давайте показывай да а ты тоже да да мой дорогой друг я и секунды в сомневался вливая моя девушка моя подписка получается она была же подписанась нет нельзя исправлять уже да да у него получилось нет да вилан за да варгис нет нет все последний раз мы это принимаем потому что это уже было почти после того как сказал пока ну что хочу сказать правильный ответ на вопрос встречался ли я с подписчицей нет я не встречался со своей подписчицей милана почему бы нет ну почему бы нет с какой подписчицей встречался хоть какой как это ладно следующий раз вопрос сколько раз я попадал в аварию я чё знаю уважаемые солидные извини пожалуйста приветствую самые лучшие пожелания варианты ответов 1 2 3 1 2 3 4 на хиловском 1 на петухова 2 а потому что что я подслушиваю она же на камре в жопу заехал газелисту на логане на логане на логане нет я попал на логане какая разница какая разница какая разница так ну все время то выходит давайте быстрее не могу вспомнить раз два 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 раза номерседеси 4 4 давайте покажем давайте давайте 4 правильно а ты повторил все повторюшка денег шкал я каждый раз приходил я помню забывайте это варгиса банон200 что 4 и ставьте лайк А где у нас тут жук хитрожопый? А вот у нас жук хитрожопый. И правильный ответ. Сколько у меня было аварий? ДТП. Правильный ответ. Четыре. Я такая умная. А в какой раз я пропустил? Когда я на Мерседесе выезжал с парковки, сзади меня в Москве въехала девушка. Женя! Я там не был? Да, ты там не был, брат. Ты ей подсказал четыре, а она выложила четыре. Счет становится четыре-три. В пользу Миланы. У нас просто вот такие качели. То Милана выходит вперед, то Варгис, то теперь Милана. Я еще ни разу не был впереди. Соберитесь, сейчас из вас никто не сможет ответить на следующий вопрос. Давай. Я смогу. Сможешь? Да. А ты? Да. Ну что, тогда к следующему вопросу приступаем. Встречался ли я с двумя девушками одновременно? Так нельзя. Его следует судить. Так, ну что, вы написали? Да. Давай, твой вариант. Нет. Не встречался? Нет. Твой вариант? Афганда. Нет. Почему ты думаешь, что я не встречался с двумя девчонками? Потому что я бы знал об этом. Ну, понятное дело, да, все, наверное, уже догадались. Правильный ответ? Нет. Я одновременно с двумя девчонками не встречался. Я это, причем, уже говорил тоже на каком-то из интервью. А вот это ты зря. Ладно. Короче, неважно. Встречаться с двумя девчонками... Это круто! А! Ну что, заключительные раунды. Вопросы, которые выявят победителя. Кто же меня лучше знает? И это матч-реванш для Миланы. Сможет ли она выиграть? Напомню, что у нас счет, между прочим, 5-4 выигрывает. Милана Варгес пока отстает. Была жесточайшая борьба. И прямо сейчас мы выясним, кто же знает меня лучше. Варгеса и Милана. Следующий вопрос. Мой любимый фастфуд. Прописывай где. Мой любимый фастфуд. КФС. Макдоналдс. Бургер Кинг. Крошка-картошка. И яблоки с ананасами. Итак, правильный ответ. Прямо сейчас, прямо сейчас я... Ты сделала выбор? Да. Показывай. Крошка-картошка. Ну, потому что ты... Потому что Варгес только что тебе так сказал. Крошка-картошка. Нет, потому что ты худеешь и ты фастфуд не ешь. Нет, Милана, скажи честно. Просто Варгес сказал крошка-картошка, и ты выбрала крошка-картошка. Ты моя умничка, ты моя прелесть. У меня был выбор между Макдональдсом и крошкой-картошкой. Он только что тебе сказал крошка-картошка. У меня был выбор между Макдональдсом и крошкой картошкой. И ты выбрала крошку картошкой. Он сказал крошку картошкой. И ты убедилась в этом, да. Ладно, твой вариант. Макдональдс. И правильный ответ. Край. Макдональдс. Спасибо, брат. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Интересно, вот все, кто ест мак, какое у них самое вкусное блюдо? Вот у меня это макнаггетсы, чикен макнаггетсы. Биг Тейсти, ну, еще Биг Мак. Картошка по-деревенски. И картошка просто фри, картошка фри. У тебя неправильно. Ладно, короче, Милан, ты не против, если я задам немного интимный вопрос вот такой? Ну, задавай уже, ну, ты, блин, дольше чанишь. Ладно, вопрос тогда. Делал ли я интимную стрижку? Угу. Какая пошлость. Да, вариант ответа. А, ну, тогда ладно, что, вариант ответа, да, нет, Милан. Я же все должен рисунки представить. Выбирайте. Номер один, номер два, номер три, номер четыре. Угадайте, какая. Я написал. Да или нет? Я написал, не знаю. Блин, не стремно мой этот вопрос. Пушки закроешь. Вы готовы? Давайте одновременно покажем. А у тебя что? А вдруг это неправильный ответ? А вот ты уверен, что это да? Да. Почему? Вот скажешь, правильно ты или нет, я скажу. А ты почему думаешь, что да? А что уходит стрижку? Ах, это парикмахер. А что тебе ответ? А почему ты думаешь, что да? Я просто немножко не понимаю, что такое стрижки интимные. Это то, что он просто взял машинку, побрил или сходил, делал там стрижку. Зачем ты мне рассказал? Давайте так, да, давайте, давайте сделаем следующий вопрос. Здесь я не могу рассказать, что сидит ребенок. Вот. Поэтому расскажу об этом в своем телеграм-канале. А даже давайте так, скину фотку в свой телеграм-канал, ссылка под этим видео в описании. Поэтому сразу, как только посмотрите этот видос, обязательно поставьте лайк, залетайте ко мне в телеграм-канал, там все увидите. Так как мой брат в последний момент переобулся и проиграл, ну точно как проиграл, потерял свой балл, счет становится 6-5 в пользу Миланы. Вот такая жесткая у нас борьба. Милана снова выходит вперед, по краюшку прям ходишь, по краюшку. Ну что ж. Ну что ж. Ну что ж. Крайний вопрос. Во сколько лет я в первый раз попробовал курить? Варианты ответов. 15 лет, 16 лет, 18 лет, 20 лет. Время пошло. Сделали выбор? Да. Да. Давайте вместе оба поворачиваем, показываем ответы. Хе-хей. Десятый вопрос, 15. 16. Сейчас, 16. Ну что. У меня есть предположение, почему. Прямо сейчас мы можем узнать, кто же лучше меня знает. Мой брат Варгис или моя дочка Милана. Напоминаю, что в прошлый раз в жесточайшей борьбе вместе с моей мамой выиграла моя мама, а Милана проиграла. И прямо сейчас вы узнаете правильный ответ на этот вопрос. Во сколько лет я в первый раз покурил? Правильный ответ. В первый раз в своей жизни я покурил? В 15 лет. В 15 лет! Я знала. Знаешь почему? Знаешь почему? Давай. Потому что в прошлый раз, когда мы с твоей мамой сидели, там было во сколько раз в первый раз выпил алкоголь. Для вас там какая-то тусовка была, тебе было 15 лет. И я думаю, что вы там не только пили. Да, а если бы ты еще послушала, я прямо на эту историю рассказывал, что я в первый раз там в жизни покурил свой кальян, который мне сделали на абсенте. Я не то, что там выпил. Я в первый раз покурил там в 15 лет, это правильно она помнит эту историю, но она забыла. Но она забыла, что я там рассказывал про кальян. Я покурил там свой первый кальян, мне заправили его абсентом, а я не знал, что от него вносит. Ну то есть я думал, ну покурил как бы кальян и все. Ну что, родные мои, в этой жесточайшей борьбе, в реванше, который мы дали Милане, выигрывает Милана. Дай петюлю. Ты большая молодец, правда. Я на самом деле думал, что есть вариант. Ну ты петюлю гудай. Дай петюлю, эй. Напоминаю, что ответ на предыдущий вопрос будет в моем телеграм-канале. Ссылка на мой телеграм в описании, ниже под этим видео. Поэтому скорее залетайте, подписывайтесь. У меня там много контента, которого вы нигде больше не увидите. Поздравляю Милану с победой. В жесточайшей борьбе просто вытащила у брата, вот так вот моего брата, вот так вот вытащила из рук победу. Милана уже поучаствовала в таком ролике, теперь я хочу посоревноваться, допустим, с ее лучшей подругой. Как тебе такая заруба? Кто лучше знает Милану, я или ее лучшая подруга? Лучшая подруга. Мне кажется, нужно устроить эту жесточайшую зарубу. И чтобы ее устроить, давайте под этим видосом наберем 100 тысяч лайков. Спасибо, родные, за то, что посмотрели этот видос до конца. Как всегда, по традиции, подписываемся на канал, ставим лайк и, конечно же, жду ваши комментарии в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok